Если бы не топот копы, здесь царила бы полная тишина. Даже животные здесь притихли. Хан Кинди, который армяне называют Степанакертом, опустил. Все ушли после того, как этнические армянские элитеры договорились с Азербайджаном о прекращении существования так называемого государства Арцах. Такое ощущение, что все просто встали и ушли. Центр города усеянный тем, что люди не смогли унести с собой. Собрались тысячи людей. Теперь представляет собой нереальную жуткую картину. Сотрудники морга тоже уехали. Даже мертвые репатрируются в Армению к Красному Кресту. Мы рассчитываем, что и дальше будем находить других людей, еще застрявшихся на данный момент в этом месте, на окраине города. И поэтому у нас есть еще одна проблема, связанная с тем, что сельские районы еще не были охвачены нами. Улицы совершенно пусты. Все, что вы можете увидеть здесь, это несколько разбросанных контрольно-пропускных пунктов, на въезде в Ханкенди, российские миротворцы и, возможно, несколько солдат. Здесь остались последние этнические армяне. Собравшись на перевалочном пункте для тех, кто все еще хочет уехать, он сказал, что это наш город. Это также место для тех, кто остался, прощаются с нами. Это этнический армянин, который был первым азербайджаном, которого он увидел. Он говорит, что я хочу жить вместе со всеми. У меня есть друзья азербайджанские, которые говорят мне, что я не должен уехать, поэтому я остаюсь здесь. Администрация говорит, что она открыла регистрационный центр, предоставила машинной скорой помощи, обновила мобильные сети и подключила гордко электросети. Но несколько оставшихся людей все еще нуждаются в неотложной помощи. Если бы вы спросили меня о насущенных потребностях, то, безусловно, речь шла бы об электричестве, газ на предстоящую зиму и воде. Что касается окраин, других регионов, то, безусловно, мы находимся здесь на протяжении десятилетий и с нетерпением ожидаем сотрудничества с властями Азербайджана. На самом деле, мы всегда поддерживали с ними контакт. И для того, чтобы у этого города было будущее, ему понадобятся люди, чтобы заполнить пустые улицы.